Коллеги, добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию по итогам встречи. Адмирал Торпеда, Дэвид Немировский, главный тренер Торпеда, пожалуйста. Ну, я очень доволен с ребятами. У нас игра получилась, поэтому хорошо начали игру. Конечно, забили сразу, очень важный гол. Второй период, Адмирал начал давить чуть-чуть, и в нужный момент надо было забить, забили. И третий, доиграли хорошо, я думаю, всю игру хорошо, внимательно играли Абарона и забивали на момент, что Адмирал давал нас. Общая очень довольность игру. Едем у нас еще в последнюю игру Абараски, перед Абараски, потом домой, готовимся на следующий игру. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Дэвиду Семеновичу. Спасибо, с победой. Спасибо. Коллеги, Сергей Светлов, главный тренер Адмирала, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, наверное, хочется сказать, наверное, два слова, да, первое, болельщикам. Да, что-то как-то у нас сегодня игра не получилась, вот, и как будто бы хотели где-то, но что-то как-то у нас противник поставил в такое удобное положение. Вот, и Павел очень хорошую, активную, хорошую, действительно, игру показал. Мы как-то с противником не справились, вот, и что-то у нас сегодня эмоциональности не хватило, вот, именно перебороть, хотя бы, вести хотя бы игру для логического конца. Да, были эпизоды, были всплески, как будто неплохие, но, в общем-то, в целом, игра была пустоватая, безэмоциональность нашей страны. Вот, в чем причина, сейчас будем разбираться, вот, а сейчас немножко у нас команда уже пообщался, поговорил, вот, все очень, так скажем, больно отреагировали на сегодняшнюю игру, там, не такую хорошую игру и встречную, которую мы хотели обычно, которую мы хорошо показываем, обычно показываем, вот, поэтому я, наверное, пневмоничками сегодня извиняюсь. Вот, ну, хоккей, вот, у нас бывают такие моменты, вот, хочется, чтобы их вообще не было, ну, отвечаю вам и скажу честно, что, скажу, ребята услышали меня, услышали, мы сейчас неплохо пообщались в одевалке, вот, и я думаю, я уверен, что в следующей игре будет все другая. Вот, эти эмоции, эти желания борьбы и побед, которые мы хотим все вместе, они будут, я в этом уверен. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Сергей Александрович, ну, вы отметили про эмоциональное состояние, но в начале встречи немного показалось, что вы были не совсем готовы к такой агрессии со стороны Торпедова. Действительно ли это так? Ну, скажем, немножко прозевали, и в целом, повторюсь, что эмоциональный фонд не соответствовал началу матча. Вот, первое, как-то, оказались мы в роли смотрящих, не выполняющих, там, не вели борьбу, вот, и первая смена пошла сразу гол, вот, и как-то она сразу не пошла, и противник это почувствовал, сразу добавил энергии, эмоции, скажем так. Вот, мы вот с этим моментом не справились, скажем так. И получилось, что мы сразу 0-2 были сзади, вот, игра немножко перевернулась, противник почувствовал свободу, стал больно, почти не играть. А тоскованность, которая у нас была, мы не нашли возможности ее, скажем, нейтрализовать. Вот, во втором попытались как-то мотивировать ребят, но, повторюсь, моменты были, но, к сожалению, Братарь противочку хорошо сыграл. Моменты были неплохие, могли забить, только эмоциональный гол, который мы бы не забили сегодня, если бы он где-то, в кавычках, мог бы раньше произойти, то могли бы эмоции, команда стихнуться могла бы, но, к сожалению, Братарь и противник почувствовал четко, хорошо, грамотно сыграли, они дали нам возможности, не сделали ни одной ошибки сегодня, да. Я считаю, что это тоже, где-то, когда ты моменты создаешь, не забиваешь, это тоже, где-то руки опускаются, и как-то, скажем, блин, ну не получилось, да, и вот этот, может быть, и моральный фонд, и посилочный фонд команды, она тоже как-то влияет на это. Ну, немного о нашем вратаре, новеньком, и Трушкове, во второй половине заключительного отрезка мы немного увидели его игры, можно хоть немного как-то его оценить? Ну, давайте, сейчас не будем торопиться с оценкой, да, вот, парнишка неплохой, мы, в общем-то, слышали о нем, знаем его, вот, пригласили его в команду, я считаю, что в данный момент там с его стороны помощь будет, или с него будет иностранная помощь, он покажет свою игру, мы дадим ему шансы играть обязательно. Сейчас не хочу его оценивать, да, в общем-то, почему, потому что, ну, по 10-минутным, точным процессе, я считаю, что он хорошо тренировался вот эти пару дней, которые было у нас, да, вот, и тогда мы сейчас подумаем, как-то на следующей игре, если у нас через день, послезавтра уже с его автомобилистом, и я считаю, что почему бы не попробовать дать ему шанс в эту игру сыграть, да, но пока повторюсь, не будем торопиться с решением, вот, если надо, как говорится, надо, как говорится, утром вечером мудренее, по-русски говорить, да, проспим, переварим, успокоимся в свое, скажем, состоянии, там, на эмоциях можно многое через сказать, многое, что и неправильно сделать, мы по этому первым делом все это переварить, всю эту информацию, которую у нас на сегодня есть, вот, и это нормально, правильное решение принять. И еще немного по составу, братья Стрельцовы, давно мы их не видели, что за травма у Васи, и почему Саша не играет? Ну, понимаете, у нас, скажем, есть какая-то химия, вот, по составу, на сегодняшний момент, видите, мы делали небольшие перестановки, да, вот, поставили связку, скажем, Лисин и Дробин, это два молодых, молодых человека, скажем, на которые попадают нас под лимитчиков, скажем, можно так их назвать, да, вот, сейчас у Островского небольшая пауза, скажем так, да, вот, мы ищем, оптимально считали, потому что эти ребята обязаны играть, скажем, они должны играть, да, вот, и на сегодняшний момент мы ищем лучшие пути связки, сочетания, поэтому, вот, связка была, там, Вася, Саша, Стрельцовы, да, они очень хорошо вместе играли, да, вот, на сегодняшний момент Васи нет, вот, а сейчас уже, типа, по индивидуальным качествам, кто больше, вот, именно, в какое-то сочетание подойдет, ну, посмотрю, посмотрим, в целом, в целом, 5 лет каждого в отдельности, как будто претензий больших нет, как к таковому отдельному игроку, да, есть вопросы к команде в целом, да, вот, ну, и все равно, ротация на бой, посмотрим, я думаю, что, ближе, что ты, мы увидим всех. Спасибо. Спасибо журналистам, до новых встреч.